Зеленский провел со Шмыгалем стратегическое совещание по работе с соседями в ЕС. Президент Владимир Зеленский провел с премьер-министром Денисом Шмыгалем стратегическое совещание по работе с соседями в Европейском Союзе, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на обращение главы государства, провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, по сути, стратегическое совещание по всему первому полугодию в работе с нашими соседями в Евросоюзе. Проговорили запланированные детали межправительственного сотрудничества с Польшей, Словакией, Чехией, Румынией и Болгарией. Договоренности, которые уже есть. Договоренности, которых должны достичь. Очень содержательно, заявил он, Зеленский добавил, что лидерство в политике соседства – это то, что добавляет лидерство всей государственной политики, и я благодарен каждому из наших соседей, каждой стране, каждому лидеру, которые готовы к вполне прагматичным и взаимовыгодным отношениям и поддерживают реализацию наших договоренностей. Продуктивность с каждым соседом в Евросоюзе нужна, отметил он. Саммит ЕС в июне 2023 года Еврокомиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и суды на сумму до 50 миллиардов евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС Украине через программу макроэкономической финансовой помощи, срок действия которой истек в конце 2023 года. В декабре 2023 года на саммите лидеров Европейского союза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине согласованной Брюсселем макрофинансовой помощи. Все 27 национальных лидеров блока снова встретятся в Брюсселе 1 февраля, чтобы попытаться договориться о предоставлении финансовой помощи Киеву. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.